Обзор событий за истекшую неделю, за исключением оперативного совещания, которое мы обсуждаем отдельно. Но в этот раз, на этой неделе будет исключение, и сегодня мы будем говорить, пожалуй, что только об одном событии, но это событие повлекло за собой целую цепочку других событий, явлений и заметных историй, и, соответственно, вот все будет крутиться вокруг одного, и крутиться все будет именно вокруг публичных слушаний в госсобрании, публичных слушаний по бюджету Республики Башкортостан. Вообще событие это на самом деле заурядное, оно случается ежегодно, и никогда на моей памяти еще не вызывало подобного ажиотажа, шума, гамма и, как выразился Хабиров, хайпа. Однако в этом году случилось страшное. Слушания вызвали интерес у рядовых граждан и политических сил и превратились в некое подобие на самом деле балагана. Что же произошло, как это случилось и какие выводы из этого нужно будет сделать, вот этим мы сегодня и будем заниматься, вот это мы и будем обсуждать. Во-первых, на слушание записалось довольно большое количество людей, настолько большое, что пришлось дублировать помещение и для самых подозрительных, по крайней мере, по оценкам специалистов из госсобрания, самым подозрительным и неблагонадежным было выделено отдельное помещение вне зала, где собрались депутаты и присутствующие, туда была выведена трансляция и так далее. Что случилось, собственно, на слушаниях? На слушаниях случилось страшное. На сцену выступать прошла Лилия Чанышева. Она, как и положено было, заранее записалась на выступление. Однако председательствующая на этом почтенном собрании Рида Сабханкулова, председатель комитета по бюджету госсобрания Республики Башкортостан попыталась воспрепятствовать выступлению Чанышевой. Она попыталась объяснить это тем, что, ну там, кончилось время, мы тут не собираемся до ночи сидеть и так далее, и так далее. Однако Лилия была непреклонна и вознамерилась выступить перед почтенной публикой, так как, в общем-то, и планировала это сделать. Прямо скажем, госпожа Сабханкулова, ну, категорически не была готова к такому повороту событий. Она была в некоторой растерянности, она вскрикивала о том, что, судя по всему, Чанышева не понимает, кто перед ней находится и так далее. Мы, честно говоря, тоже не понимаем, кто такая вообще Рида Сабханкулова, кроме того, что она бывший министр финансов, а теперь возглавляет какой-то там комитет по бюджету в госсобрании. Но Рида Сабханкулова, значит, сначала пыталась напугать Чанышеву своим авторитетом и весом, значимостью своей фигуры, но, в общем-то, прямо скажем, это не задалось. Чанышева не больно-то испугалась и стала продолжать говорить со сцены. А со сцены она говорила очень неприятные вещи. Начала она говорить с того, что экономия бюджета должна быть построена на уменьшении количества сворованных денег, съеденных банкетов, всевозможных деликатесов и уменьшении, а не увеличение зарплаты Хабирову. Судя по всему, Рида Сабханкулова уже в этот момент пребывала в прединсультном состоянии. Она стала махать руками, вызывать охрану. В общем, пока охрана шла к трибуне, Чанышева успела даже озвучить пару-тройку своих претензий к бюджету республики. Речь шла о том, что вопреки майским указам Путина, почему-то Чанышева ссылалась все время на указы Путина, ассигнования на бюджетную сферу снижаются, и тем самым в представлении Лилии Чанышевой делается невозможным исполнение обещания Владимира Путина о повышении до определенного размера зарплаты бюджетников. Успев почти проговорить эти обличительные данные, цифры, факты и претензии, госпожа Чанышева была практически вынесена из зала на руках двумя дюжими охранниками госсобрания под крики позор и улюлюкния некоторых присутствовавших в зале. Вообще зал, конечно, безмолвствовал. Впоследствии, когда депутаты и присутствовавшие на этих обсуждениях выходили из зала госсобрания, их фактически освистали, крики позор и прочее, конечно, это было что-то. В том смысле, что подобное случилось в стенах госсобрания, конечно, впервые. То есть это не на улице, это не на каком-то там санкционированном, несанкционированном митинге. Это не на сходке апологетов Навального и так далее, и так далее. Это случилось в священных стенах государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. В общем, конечно, осквернение было абсолютным. И, конечно же, это вызвало последующую реакцию, о которой мы сейчас и поговорим. Дело в том, что вот этот вот скандал в госсобрании при обсуждении бюджета и, в общем-то, провал этих слушаний был не первым срывом. На прошедшей неделе, предыдущей неделе, подобная же история приключилась на общественных случаях по дельфинарию. И, конечно же, это все вместе сложилось в картину абсолютного провала внутриполитического блока администрации Хабирова. Тут было и стало, и, по-моему, уже бесспорно очевидно то, что господин Кельсинбаев и прочие, значит, его Бодрановы, Бардановы или как их там, абсолютно не контролируют ситуацию, не умеют работать с этими общественными средами. Они их не просчитали и вообще даже, по-моему, не поучаствовали во всем этом. И примерно к утру среды, прошедшей недели, стало очевидно, что что-то нужно делать. Потому что, о ужас, картинка складывается такая, что власти города и власти республики, госсобрание республики полностью потеряло контроль над общественной ситуацией. И теперь прямо в стенах парламента или на обсуждениях в городском Доме культуры кто угодно и кто попало, выходит и выступает и рассказывает страшные вещи, а власть это все глотает. В общем, к понедельнику среды было принято решение начать реагировать. Первым на передний план вот этого сражения был выдвинут, как обычно, за градотряд, состоящий из смирников. Речь идет о Мурзагулове, которого отправили на Эхо Москвы. Судя по всему, у Ростислава на Эхо Москвы абонемент, потому что он может в любое время, нужное, ненужное или экстренное туда прибежать и начать оправдываться. И, в общем-то, конечно, то, как выступал Ростислав на Эхо Москвы, было, конечно, стопроцентным оправданием. То есть он таким покаянным голосом рассказывал, как все не так, на самом деле, как показалось, какие все вокруг либералы, демократы, и как у нас все здорово со свободой слова. Говорил тихим голосом, очень, значит, так мягко, очень завораживающе. Ну, в общем, я не буду повторять, что рассказал нам Ростислав Мурзагулов дословно. Я попробую пробежаться по тезисам. Ну, во-первых, начал Ростислав, понятное дело, с дельфинов. Выучив слово «неокортекс», он повторил его восемь раз. Попытался, видимо, как видный ихтеолог Республики Башкортостан, обсудить степень внятности сигналов от сознания дельфинов. В общем, бред полный. Дальше он сообщил нам о том, что феномен Хабирова в его открытости... Тут я, в общем-то, соглашусь с Ростиславом в том смысле, что действительно Хабиров чрезвычайно открытый человек до неприличия, в том смысле, что его эмоции очень часто ему самому мешают, но он их никак не сдерживает, они постоянно, значит, его перехлестывают. Вот этой открытости, наверное, чересчур. Ростислав на «Эхе Москвы» все время говорил «мы». Вот это «мы» вызвало массу вопросов, но только в тот день, когда прозвучала эта речь. Я расскажу потом, почему. В момент, когда Ростислав выступал на радио, конечно, вот это «мы» резало слух. И, судя по всему, Ростислав ассоциировал себя непосредственно с Хабировым. Руслан Валеев даже спросил его, «Ростислав Равкатович, а вот «мы» — это кто?» Ну, тут Мурзагулов как-то немного смутился, «Ну, «мы» — это Башинфорум, там, д-д-д-д...» «Да, я имею в виду «мы» — руководство Башинфорума, как бы, да, но мы, как бы, я могу говорить только от Башинфорума, мы, как бы, агентство Башинфорума, мы те, кто им управляет, мы вот против, мы не освещали это...» То есть «мы» — это не руководство республики в целом? Нет, конечно, я не руководство республики, я в этом случае, я занимаю общественную должность в Башинфоруме, я представитель сад директоров. Ну, впоследствии станет понятно, кто такие «мы». И, в общем-то, сразу же, после всех вот этих вот вступительных разговоров про неокортекс Мурзагулов перешел к главному, он перешел к вопросу Навального. Мурзагулов неожиданно для всех заявил о том, что... «Но самое безобразное из них, безусловно, это Алексей Навальный, потому что человек, проект создан исключительно для того, чтобы маргинализировать саму идею не то, что даже протеста, а даже каких-то возражений действующей власти». Вот этот вот либерал Мурзагулов показал свое, на самом деле, истинное лицо. Собственно, вот эти все заигрывания и вся вот эта вот либерастия Мурзагулова, она, конечно, была, ну, как бы это все в пользу бедных, это вот обаять там вот этих вот несчастных полуголодных журналистов, там похлопать их по плечу, там, обнял брат, там, т.д. Но на самом деле, конечно, Мурзагулов примерно такой же либерал, как я, оперный певец, и, соответственно, наверное, никто не испытывал особых иллюзий, но здесь уже была, условно говоря, явка с повинной. То есть Мурзагулов четко, конкретно изложил позицию, которую он теперь исповедует, о том, что Навальный и Ижа с ним – это враги России, и что он с ними намерен бороться, и что он поддерживает все репрессивные меры, там, любого вида, которые будут предприняты в отношении Навального и т.д. То есть, ну, тут уже вот конкретнее было сформулировать нельзя. То есть вариантов здесь трактовки, наверное, никакой нет. Высказания Мурзагулова, которые прозвучали и накануне, перед выступлением на эхе Москвы, очень широко обсуждались даже в федеральной прессе. Это, конечно, ну, несколько обескуражило московских друзей Ростислава, потому что они-то на самом деле настоящие либералы, и наивно полагали, что, ну, вот, и Мурзагулов тоже из их числа. Ну, в общем, тут вот случился такой каминг-аут. Далее в эфире «Эхо Москвы» Мурзагулов ответил на вопросы совершенно обалдевшего Руслана Валиева от этого всего, вот этого откровения Мурзагула. Но Руслан собрался, пришел в себя и задал несколько достаточно острых вопросов. Мурзагулов рассказал нам, что сибайский мэр на самом деле герой. В том, что касается, как бы, появления смога в Сибае, глава совершенно виноват не был. Вот. А как раз, когда началась операция по нейтрализации этого смога, ну, честно, мы просто со стороны наблюдали, и у меня там все время были сотрудники мои в Сибае. Ну, вы видели, как работает Сибае, вся администрация, лично глава. Слушайте, но он спал там по три часа в день, как бы, и реально очень много делал. Поэтому он получил орден за работу, которую он сделал. И реально, в общем-то, во многом его заслуга была, что это смог еще много месяцев болтаться. Рассказал о том, что Рауфа Гореева наконец-то начала приносить пользу республике, а также о том, что Дильмухаметов на самом деле сам стремился в тюрьму, и, собственно, в ней сейчас и находится. По-моему, парень всей своей жизнью стремился попасть за решетку, и не один раз. Слушайте, ну, он же действительно говорит какие-то парадоксальные, жуткие вещи. Я вот, благодаря вот этому вашему интересу, да, тому, что вы вот это, я поковырялся просто в каких-то заявлениях, но это уже ужас какой-то. Ну, вот эти вот тезисы Мурзагулова, наверное, полностью раскрывают сущность этого человека, чтобы там вот не было этих иллюзий у многих, кого он обаял там браслетиками и улыбками. Ну, и в конце он совсем же рассказал жалостную историю, там, когда коснулась речь о там национальности и противостоянии башкир и татар. Мурзагулов вообще рассказал интимную историю из жизни своей семьи, о том, как его бабушка на фоне пьянства дедушки превратилась из башкирки в татарку, заявляя, что вот мы татары тут не бухаем. Ну, в общем, конечно, это выступление на Айхе было, ну, таким феерическим, прямо скажем. Но ладно бы, мы прекрасно понимаем, и многие понимают, по крайней мере, тоже, что Мурзагулов исключительно частное лицо. Он де юре и де факто не является там ни чиновником, ни госслужащим, ну, никаким официальным образом не относится к власти. И, в принципе, наверное, ему, ну, можно было бы делать подобные заявления, как частному лицу, если бы вот он не мыкал все время и не пытался ассоциировать себя там с кем-то еще. Тут надо еще и понимать такую вещь, что в последнее время позиции Мурзагулову, конечно, всерьез ослабились после вот, ну, массовых вот этих вот и многочисленных провалов, в том числе и его людей во внутриполитическом блоке. Напомню, что господина Кельсинбаева за руку Мурзагулов привел в администрацию и фактически затолкал на то место, где он сидел. Сидит до сих пор, ну, исключительно по соображениям того, что они друзья. И в первые дни, когда Кельсинбаева назначили, а и все так неудоумевали. Ну, потому что, ну, Кельсинбаев – это абсолютно незначительная величина человека, который, ну, никогда этим не занимался. Я имею в виду то, куда его поставили, да и, собственно, и теперь он этим не занимается. Но Мурзагулов тогда с пены у рта доказывал, что он классный мужик, классный парень, да вы его не знаете. Ну, понятно, они там, видимо, очень здорово и продуктивно где-то веселились и отдыхали, но это ведь не повод, чтобы человеку ставить на руководящую должность в секторе внутренней политики. Вот теперь все эти вот кадровые проделки Мурзагулову начинают давать результатам. Бардановы, Бадрановы, Кельсинбаевы, и же с ними они, ну, они же не работают. И вот пошли провалы за провалами. Соответственно, Мурзагулову, конечно, потребовалась некая личная какая-то клятва верности. Так вообще принято в нынешней власти. Вспомните Суркова, когда он там немножко утратил позиции, он побежал, значит, рассказывать о том, что путинизм – это религия, и что путинизм надо изучать и так далее, и так далее. Там глубинный русский народ, ну, и так далее. Вот что-то примерно такое, ну, в таком сельско-богородском стиле проделал Мурзагулов, но это было еще совсем не все. Секта Навального, как назвал ее Мурзагулов, не бездействовала. Сразу же после слушаний Ольга Комлева подала в суд на Риду Субханкулову, выдвигая претензии в том, что ей не дали выступить на общественных слушаниях, а она записалась, имела право, и тем самым были ущемлены ее права. Ну, суд, собственно, рассмотрел заявление и отказал, насколько я понимаю, представителям штаба Навального в этих претензиях. Ну, это, в общем-то, конечно, было абсолютно предсказуемо. Не знаю, какова перспектива дальше этого судебного разбирательства, но, на мой взгляд, конечно, права людей на беспрепятственное участие в общественных слушаниях очевидным образом были нарушены, ну, по крайней мере, формально. То есть, если уж прописано, что любой гражданин имеет право принимать участие в слушаниях, это по определению означает, что он имеет право на все функции слушания, в том числе и на выступления на общественных слушаниях. В законе не прописаны ни хронологические рамки, ни там какие-то нормы, на которые ссылалась Рида Субханкулова, не даже то, кому принадлежит это собрание, потому что во время, когда вот разразился этот скандал с Чанышевой, из зала звучали крики о том, что это наше собрание, это не ваше собрание. Я имею в виду, что таким образом характеризовали это мероприятие сами собравшиеся чиновники и депутаты. Тут, конечно, берега попутаны, равно как и Рида Субханкулова, которая там вопила о том, что там вы не понимаете, с кем говорите, а также и попытка присвоить себе эти слушания, конечно, это ошибка. С точки зрения закона, наверное, права были нарушены, но пока Уфимский суд, первая инстанция, не нашла нарушения в действии госпожи Субханкуловой, несмотря на то, что когда Чанышеву выводили из зала, она выкрикнула о том, что скоро или когда-нибудь и вас вот так же поведут. Спрогнозировала она будущее Риде Субханкуловой. Честно говоря, мне было бы очень забавно посмотреть на процедуру ареста мадам Субханкуловой, если и когда он случится. Судя по всему, извинений Мурзагулова в эфире «Эхо Москвы» оказалось недостаточно. И в конце недели случилась большая встреча Хабирова с прессой. Встреча эта, в отличие от предыдущих мероприятий подобного формата, была чрезвычайно либеральной. На эту встречу пригласили практически всех, и в том числе тех, кого самым яростным образом не допускали до тела главы республики до этого. Хабиров отдельно обратил внимание персонально на присутствие Андрея Иванова, представителя издания «Правда ПФО», которое максимально критично было в прошедший год к Хабирову. Хабиров всем своим видом и всеми возможными доступными ему выражениями демонстрировал свою открытость, лояльность к прессе, многократно сказал о том, что СМИ – это очень необходимая, нужная, важная вещь, что без СМИ власть практически ничего не знает, что происходит вокруг, и так далее, и так далее. Хабиров уверял всех в том, что никакой цензуры, никакого давления на СМИ нет, не будет и не предвидится, и не дай бог, ну и так далее, и так далее. А вообще эта встреча свелась на самом деле фактически к покаянию в тех ошибках, которые случились в прошедший год, причем по пунктам. Надо отдать должное смелости Хабирову в этом смысле поднять снова эти темы на поверхность и признать свои ошибки, хотя в основном, конечно, он признавал ошибки не свои лично, пока он еще к этому не готов и, видимо, этому не научился. В основном Хабиров, конечно, валил на подчиненных вину, но надеюсь, что он тоже понимает, как и мы, то, что вина его подчиненных во многом – это, конечно, его собственная вина, то есть, ну, как говорится, кого набрал, за тех и отвечает. Ну, давайте по пунктам. Начнем с истории о смертности на дорогах. Хабиров с гордостью заявил, что на 19% ему удалось снизить смертность на дорогах. Мы многократно уже говорили о том, что, ну, очень большие сомнения, на самом деле, в этих цифрах. Я все-таки беспокоюсь и боюсь того, что господин Мухаммедьянов и в целом теперь правительство и власть все-таки изо всех сил будут фальсифицировать эти цифры. Но, тем не менее, Хабиров заявил о том, что эта смертность снижена и рассказал о том, что, когда его спросили, как же ему это удалось, Хабиров ответил, что он предложил покончить жизнь самоубийством руководителю ГИБДД Республики Башкортостан. Ну, отнести это к числу остроумных шуток, наверное, нельзя. Вопрос серьезный и, на самом деле, спорный. И потому отшутиться здесь вот таким достаточно неуклюжим образом, наверное, было недостаточно. Но, тем не менее, Хабиров посчитал, что вот эта вот неудачная, на самом деле, шутка в отношении Динара Гельмуддинова, этого достаточно для объяснения того чуда со смертностью на дорогах, которое произошло в Республике Башкортостан. Безусловно, зашла речь о Куштау. Хабиров здесь был непреклонен. Он подтвердил, что изначально собирался отдать Куштау соди. Он настаивал на том, что другого варианта решения сырьевой проблемы нет. Кстати говоря, и Мурзагулов достаточно многословно об этом разглагольствовал в эхе Москвы. И они настаивают на том, что это единственный подходящий вариант, что никакого охранного статуса у горы Куштау нет, никакой ценности она не представляет, что она не является частью комплекса Шихан, вот этих вот оставшихся трех гор. Более того, и Мурзагулов, и Хабиров, вот это, в общем-то, теперь понятное нам «мы», оно настаивает на том, что защитники Шихан – это проплаченные какими-то злодеями, темными силами люди. Это не искренние патриоты Республики, это не люди, которые хотят оставить в наследство своим детям красоту природы, нетронутую вот эту вот и величественную часть природы, вот эти Шиханы уникальные в Республике Башкортостан, а все это проплаченные продажные людишки, которым платят какая-то темная сила. Мурзагулов даже нафантазировал, что это кто-то хотел построить отдельное, другое производство соды вместо ныне существующего, и за счет вот этого вот удушения нынешней соды там подняться и так далее. В общем, конечно, это абсолютный бредовый бред, но они его выпустили. И вот это вот коллективное «мы» Белого дома, это компания Хабирова и Мурзагунова теперь рассказывает нам о том, что все вот эти защитники Шихана – это продажные люди, люди, которым платят. Вот, помните, да, мне тоже приписывали гонорар в 5 миллионов долларов, или долларов, или рублей. Я надеюсь, все-таки, что долларов от соды. Но, тем не менее, вот это прозвучало, и, видимо, это теперь будет вот этой парадигмой вот этого конфликта и вот этого, если можно сказать, дискусса по поводу горы Куштау. Посмотрим, как это дальше будет развиваться. Но Хабиров категорически резюмировал этот вопрос. Гору отдаем, другого варианта нет. Все, кто против, продажные люди. На встрече с прессой, конечно же, обсуждалась и транспортная реформа. Хабиров был вынужден признать, что она, по сути, провалилась. Однако, виноват в этом вовсе не он. Он, конечно же, пришел к власти и к решению этой проблемы с искренними побуждениями, целями и задачами. Однако, отвратительные исполнители все провалили. Хабиров, уподобляясь Понтию Пилату, заявил о том, что он собирался распять Мухаммедьянова, но не распял его, потому что Мухаммедьянов оказался при ближайшем рассмотрении чудесным профессионалом. Но одновременно с этим он признал, что Мухаммедьянов провалил вот эту систему «Дорожный эксперт». Мухаммедьянов провалил ямочный ремонт. Мухаммедьянов провалил установку умных остановок в Уфе. Потому что вот эти вот безмозглые люди, имелось в виду, видимо, исполнители, чиновники, я не знаю кто, они не подключили умные остановки к этим коммуникациям. И действительно, когда идешь по Ленину, видишь, что из этих умных остановок уныло торчат провода, и ума в этих остановках не больше, чем в архаичных урнах, которых так немного в Уфе. В общем, по транспортной реформе есть проблемы. Это признал Хабиров. Он также признал, что и карта ОЛГА не задалась и не работает, и то, что не удалось окончательно справиться с пиратскими перевозками. Но, тем не менее, вроде как работа идет, и в 2020 году порядок будет наведен. Ну, в общем, посмотрим. Охарактеризовал Хабиров и ситуацию с публичными слушаниями. По поводу дельфинария он довольно обтекаемо высказался, что он тоже любит животных. Но ведь, дескать, эти дельфины, они там будут родившиеся в неволе, и, дескать, им от этого не будет плохо. Но это достаточно наивное рассуждение, ну, прямо скажем, не специалиста. Слава Богу, что Хабиров не стал изображать из себя видного их теолога, как попытался это сделать Мурзагулов. Хабиров ни разу не сказал ничего про неокортекс, но выразился так, что, дескать, наверное, хотелось бы верить, что Мустафину хватит ума провести эти слушания заново. В принципе, наверное, вот это был бы лучший вариант. Действительно, посмотрим, как получится подготовиться у Мустафина к новым слушаниям по этому вопросу. А они, вероятнее всего, случатся. И посмотрим, насколько противники вот этого дельфинария выступят аргументированно и убедительно против его возведения. По поводу слушаний в госсобрании Хабиров был более резок. Он заявил о том, что это вообще абсолютно недопустимая ситуация. Допускать, пускать в здание госсобрания сторонников Навального было нельзя. И если бы он, Хабиров, руководил вот этим процессом, то никого бы из них туда не пустили. И у него вообще есть богатый опыт пресекать ненужные вещи, как он выразился. Вот это заявление, конечно, было чрезвычайно таким эмоциональным и, на мой взгляд, исключительно таким экстремальным. Потому что здесь Хабиров, пожалуй, что зашел за рамки разумного в том смысле, что он как юрист должен понимать, что ни он, ни кто-либо еще не вправе ограничивать доступ граждан на общественные слушания, к какой бы партии или к какому бы движению они не принадлежали. Однако Хабиров здесь был непреклонен. Он, так же, как и Мурзагулов, обозначил свою позицию в отношении Навального. Он высказался в том ключе, что Навальный и его люди, люди, ведущие страну к пропасти, к краху, к революции, к свержению власти, а власть должна защищаться. В общем, здесь, конечно, была проявлена та абсолютно радикальная позиция в целом, наверное, власти России, а теперь и примкнувших к ним Мурзагулова и Хабирова, был дан сигнал ниже стоящим инстанциям, чиновникам, исполнителям о том, как нужно действовать в этих ситуациях. Я полагаю, что для штаба Навального в Башкирии наступают достаточно трудные времена теперь, потому что Хабиров объяснил своим подчиненным, что нужно делать с этими людьми. Меня очень насторожила эта ситуация, эта позиция Хабирова в отношении штаба Навального. Лично я отношусь с большим подозрением и неприятием к тому, что делает Навальный в части строительства этой политической силы. Он действительно делает неплохие расследования, которые, как правило, аргументированы, достоверны и в полной мере раскрывают сущность российской власти. Однако, то, что делает Навальный в части строительства этой политической силы, как он это делает, насколько они огораживаются от всех остальных, вот это вот некое сектанство и некая чрезвычайность их действий, она, конечно, не нравилась и не нравится мне и сейчас. И я не сторонник Навального, мне не нравится Алексей Навальный и его, скажем там, общественная позиция и в части там национальных вопросов, и в части Крыма, и во многих-многих других вещах. Но, однако, я все-таки полагаю, что людям нужно давать право и возможность исповедовать ту или иную религию, либо убеждение. Соответственно, здесь Хабиров, наверное, палку перегнул, прямо скажем. Ну, посмотрим. Не думаю, что Хабирову сейчас необходимо было там приносить клятву верности федеральным властям с помощью вот таких вот заявлений. Я думаю, что это, ну, исключительно личное эмоциональное проявление, которых, повторюсь, у Хабирова чрезвычайно много и слишком много. И это ему, безусловно, очень мешает с точки зрения создания собственного образа, который все еще продолжает формироваться и в глазах общественности, и в глазах прессы. В общем, вот это, конечно, было лишнее. Еще один тезис со встречи Хабирова и СМИ хотелось бы озвучить. Речь идет опять о продажности. Хабиров заявил, что все, кто получают деньги из-за рубежа, это враги страны, враги России, с ними надо бороться и так далее, и так далее. Ну, имелось в виду, конечно же, в первую очередь СМИ с иностранным присутствием, те, кто получают какие-то гонорары там и прочие вещи, да. Хабиров намекал на то, что какие-то темные силы здесь у нас в Башкортостане финансируются из-за рубежа. Честно говоря, я, ну, неплохо информирован о том, кто и на что живет из числа и оппозиции, и, ну, там, скажем, оппозиционных СМИ и так далее. Я точно знаю, что среди них нет никого, кто бы непосредственно был финансирован из-за рубежа. Вообще поиск врагов где-то вовне – это такая симптоматичная история, она очень древняя. Как только дела начинают идти плохо, надо бы поискать какого-нибудь врага, которого впоследствии мы обвиним во всех проблемах, да. То есть, если завтра опять подорожает гречка, то можно рассказать о том, как злобные какие-то там силы, вот там где-то в темноте, мы их не знаем, не видим, но они профинансировали тут злодеев, и те, значит, удорожили гречку в магазинах. Можно обвинять этих людей там в провале реформы ЖКХ, можно этих людей, наверное, обвинить в том, что не сложились эти башкирские дворики, может быть, какие-нибудь иностранные агенты по ночам состаривали резиновое покрытие в стерильтамаке или делали некрутящимися эти качельки и так далее, да. То есть, ну, в общем, вот этот поиск врага, он на самом деле идет и на федеральном уровне, и вот теперь Хабиров, который тщательно копирует поведение и Путина, и федеральных властей, пытается, ну, вот вынести это суда к нам в Башкирию. Но, повторюсь, это звучит достаточно смехотворно и недостоверно, потому что действительно ни в среде нашей вот этой вот квази-оппозиции, которая существует в Башкирии, ни тем более в пространстве СМИ никаких финансов из-за рубежа, конечно, не наблюдается. Более того, за этим достаточно строго, насколько я знаю, и пристально следит Федеральная служба безопасности и финмониторинг. И если бы то, о чем говорил Хабиров, было бы правдой, то действия были бы давно уже предприняты. В общем, тут, конечно, на мой взгляд, наблюдается такая попытка объяснить это все вот какими-то ужасными и злобными врагами. Что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем в сухом остатке очевидный кризис внутренней политики в Республике Башкортостан. Очевидный. Кризис этот произрастает из многочисленных и фатальных кадровых ошибок в системе создания руководства управления внутренней политикой в Республике. Надеюсь, что будут приняты серьезные кардинальные кадровые решения в этой сфере. Нужно просто переосмыслить, на каких основаниях были назначены и приняты на работу те люди, которые эту работу провалили полностью. Также я констатирую то, что Хабиров лично попытался исправить ситуацию, выправить ее и вывести хотя бы в русло обсуждения, что в принципе, наверное, хорошо и правильно. Отдаем должное Хабирову в том, что он не побоялся обсуждать вот эти вот вопросы, которые, ну как, никоим образом не относятся никаким победным. Надеюсь, что постепенно при приходе в правительство, в администрацию главы людей со здравым смыслом, а кое-какие люди там стали появляться подобные, появится шанс на то, что вот такая самоубийственная политика Хабирова первого его года постепенно сойдет на нет и появится, ну, здравый смысл, нормальный контакт, хоть какой-то прогресс в этих вопросах. Единственным вопросом, который я бы сегодня добавил к вот этой вот длинной истории про общественные слушания и резонанс, это вопрос долевого строительства. Мы давно об этом не говорили. Прошло на предыдущей неделе вот это вот знаменательное 20 ноября, на которую была назначена сдача 9-го дома в Серебряном ручье. В жилом комплексе Серебряный ручей 9-й дом 20 ноября сдан не был, однако застройщик в своем релизе утверждает, что дом полностью на 100% готов, ведутся работы по благоустройству территории вокруг него и параллельно ведется сдача дома государственным органам приемки. Мы помним, как в прошлом году, перед Новым годом, фактически в истерике сдавался дом номер 7 в том же самом Серебряном ручье. Мы помним, что там тоже переносились как-то вот даты там через неделю, через две недели, но по сути, наверное, дольщики готовы ждать там неделю и две и три, лишь бы действительно шел процесс приемки дома. Я прогнозирую, что дом, конечно, к концу декабря, наверное, будет сдан. Кстати говоря, на 20 декабря также запланирована сдача 10-го дома, там 9-й и 10-й идут связки. Не мытьем-то катанем, я думаю, что к концу января оба дома будут сданы. Посмотрим, как это будет идти дальше. Важнее судьба оставшихся домов. 8-й, 11-й, 13-й дома, которые находятся в абсолютно иной степени готовности. Совершенно непонятная история с продажей бизнес-центра Салават Юлаев и обмена его на возможность достроить вот эти дома. Ситуация там, очевидно, не так благостно, как ее пытались представить. Больше года прошло с тех пор, как Хабиров предложил вот эту идею о выкупе бизнес-центра Салават Юлаев и получение возможности для застройщика. Велись какие-то длинные, долгие переговоры с банками, с региональным фондом развития, Минфином, Министерством жилищных и имущественных отношений и так далее. Судя по всему, есть какие-то достаточно серьезные препятствия для осуществления этой сделки. Я до конца не знаю сейчас сути происходящего, но надеюсь, что в ближайшее время мы поймем. Вообще, конечно, голову надо прекращать морочить в этом смысле. Либо будут названы какие-то конкретные сроки по исполнению вот этой сделки, либо нужно признать, что идея Хабирова по передаче этого бизнес-центра государству в обмен на деньги, на которые будет достроен жилой комплекс «Серебряный ручей» провалилась. Ну, ничего страшного, бывают и ошибочные идеи. Но, по крайней мере, об этом должно быть заявлено. Кроме всего прочего, в части долевого строительства хотелось бы напомнить, что на 1 декабря руководитель Госкомстроя Республики Башкортостан обещал заселение 300 с лишним квартир в жилом комплексе Миловский парк. Это, в общем-то, заявление из разряда «не забудем, не простим», потому что, когда оно было сделано, сразу вызвало недоумение, что вот, ну как так, вроде осталось чуть-чуть совсем. Вот сейчас осталось вообще чуть-чуть. То есть, буквально через неделю 300 с лишним счастливых дольщиков Миловского парка должны заехать в свои квартиры. Я почему-то думаю, что этого не случится, потому что, ну, судя по всему, там вообще все в абсолютном тупике. Банкротство вяло куда-то там идет. Комлев тихо сидит себе, значит, под домашним арестом и так далее. Посмотрим, посмотрим, как будет развиваться вокруг Миловского парка. Я думаю, что в этот Новый год опять прозвучит поздравление дольщиков Миловского парка. Помните, да, как в Новый, восемнадцатый год, там, с семнадцатого на восемнадцатый дольщики Миловского парка записали поздравление Владимиру Путину и тогда еще Русте Мухаммитову. Они бездомные стояли в ворот своего этого заброшенного объекта строительства и со свечками, и бенгальскими огнями поздравляли Путина и Хамитова с Новым годом. Посмотрим, прозвучат ли подобные поздравления в этот Новый год. Увидим, подождем.